Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Вала Щу. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Мы приехали в магазин Гермес в Гуме, в котором продают прекрасные запахи. Всем рокерам рекомендую сюда приехать и выбрать себе отличный запах. Магазин Гермес – настоящее рокерское место! Почему еще это рокерское место? А потому что современный рокер должен по-новому и современно пахнуть. Если раньше рокер пахт перегаром, плохим табаком и мочой, в худших случаях, то есть сейчас он должен пахнуть хорошим, дорогим парфюром. Поэтому мы идем в Гермес и будем покупать мне подарок на Новый год. Мой любимый одеколончик, который пахнет табаком, дорогим, дорогой кожей и дорогим деревом. Потому что это рокерские запахи, хороший табак, хорошее дерево, хорошее красное, махакончик. И я вам сейчас по очень большому секрету расскажу, каким одеколоном пользуется в последнее время рокер-звезда Волощука-Здэ. Это Гермес. Идемте, купим заодно. Оно у меня кончается. Здравствуйте, люди добрые. Мы пришли за хорошим запахом. Есть тут такие или нет? Есть. Вот. Вот такие или запахи нужны. Где маска моя, любимая? Вот тут. Без намордника никуда не пускают в последнее время. Даже знаменитых рокеров. Ну что вы творите, а? Настоящие рокерские черные. А? А? Елена Ивановна, думают про рокеров здесь. Девчонки, идемте выбирать. Запах мой любимый. Мой любимый запах. Ветивер тонко. Табачный. С хорошим деревом запах. И с хорошей кожей. Вот. Настоящий мужской запах. Хотя он универсальный. И для женщин, и для мужчин. Но для рокеров лучше не бывает. Ну не бывает. Тут подсердят. Ну скажите. Для рокеров лучше не бывает. Вот. А вы говорите. Знаете, что дарите? О-о-о-о. Гламенитым рокерам. О-о-о-о. Ветивер тонко. Ветивер тонко. Хермес. Во. Супер. Копите деньги. Копите деньги сюда. Это вам не шипр. И не красная Москва. Это ветивер тонко. Хермес. Пойдемте. Мне 100 миллиметров. Максимальный. Максимальный объем. Максимальный. Потому что кончается быстро. Каждый день. Ну пшикаешься каждый день. Но кончается. Флакон один, два. Сколько мне? Флакон лучше. Один. Один. Это правило. Нельзя никогда брать на вырост. Вот знаете. Когда я был худым. Начал толстеть. Я думаю. Да ладно. Возьму поменьше. Сейчас сгоню. И расцвакил еще больше. Потом думаю. Да ладно. Чуть-чуть. Еще. И еще больше. Поэтому на вырост. Особенно на снижение. Никогда ничего брать нельзя. Надо брать как есть. Это золотое Патрайдова. Поэтому один флакон. Как закончится. Пройдем по-другому. Ну и конечно же. Жены рокеров Любин Хернес. Предложите. Конечно. Вот прекрасный аромат у нас. Османа. Любимая Женя какой аромат? Это кипахлы. Османа кипахлы. Роза Экебана. Подождите. Пожалуйста. Роза. Роза Экебана. А какая любимая песня у меня? Устинга. Гизит Роуз. Роза пустыня. А это Роза Экебана. Роза Экебана. Между прочим хорошая. Самарканд. Самарканд. Древесный аромат. Древесный аромат. С перцем. С перцем. А жена у меня с перцем. Вот. Может быть это виноват. Так я не даю их проходу мне. Говорит, ну иди сочиняй рок-музык. Иди сочиняй новый рок-н-ролл. Там сидят люди, ждут без твоей музыки. Прям скучают. Реже ждут-то люди. Кобедия. Ну где где? Ну в зале с концерта. Сейчас же все закрыто. Мне нравится. Здравствуйте. Но у Стинга все-таки дизель-дроун. Давайте розу Экебана. Она мне очень понравилась. Вот. Берем. Ветивер тонко. И роза Экебана. Жаль, что не роза пустыня. Но я вам расскажу, что я у самого Стинга попросил, чтобы он мне сделан. А он вино выпускает хорошее. Купил виноградники Виталий. И начал делать классное вино. А вино у него каждое. Называется его названиями песен. И вот я встречался с ним на презентации этого вина. И попросил сделать розу пустыни. Он пообещал. Отдельно сделаю пост о этих винах. Стинга. Настоящим рокерам всегда дарят презенты. Ну, а как без этого? Обязательно. Обязательно. Обязательно никак. Вот. Это Терра аромат. Который занял много Оскаров. Терра. Терра аромат, занявший много Оскаров. Я надеюсь, что я ворвусь сюда. В билборд на первые места. И Грэмми. Это знак. Это знак. Да, да, да. Я надеюсь, что Грэмми выпустит какой-то запах. Специально для волосчука СД. Так, и жене ваш аромат Мира Игландинчик. О-о-о. Ну, огромное вам спасибо. Надеюсь, что ваше. Так что, мужики, становитесь настоящими звездами. И вам будут дарить вот такие вот презенты. И я надеюсь, они скоро будут от Грэмми. Ну вот, Елене, он. Теперь будем пахнуть лучше всех. А куда одеваться? Ну, куда везде одеваться-то рокерской? Только пахнут лучше всех. Одеваться лучше всех. Правильно? И петь лучше. А петь, это вообще, это первое дело. Что должен быть, Рокер. Автограф, пожалуйста. Ну, не могу отказать красивым женщинам. Это же моя слабость. Ну, как я могу отказать автографать, а? Вы что, мужики, вы что? Вот, до скорой встречи, Гермес. Спасибо, пишу, девчонки. Спасибо. Всех обнимаю, целую. Ой. Заряжную. Пишу. Всех просто воздушный поцелуй, пожалуйста. Возьма. Все, поймали. Вы уж извините меня, что я тут по клоуну не чал. Но я люблю это дело. Но люблю быть клоуном. В детстве мечтал. Никулин был любимым человеком. И чарли-чапли. Разрешите обуть, товарищ генерал. Разрешаю. Есть. Ну вот. А вы говорите, что все будет плохо. Все будет хорошо. Пахнуть будем великолепно. А музыку будем делать еще лучше. Из жизни русской профессуры Из жизни докторов наук Истории Иван без цензуры Расскажет рокер Валащук Малащук Малащук Расскажет рокер Валерий Иванович